друзья всем привет сегодня у нас народный рейтинг назовем это так часов до 40 тысяч рублей последнее время меня часто просили записать что-то для более народного для для трудящихся до скажем так относительно недорогие часы сегодня составил для вас топ-5 топ-6 часов до 500 долларов потому что 500 долларов это по курсу сейчас обменников где-то как раз 80 рублей за 1 доллар рейтинг народный поздравляю вас кстати с народным нашим праздником 9 мая праздничный день был вчера сегодня у нас 10 мая но мы чтим этот праздник мы его помним его празднуем и я думаю что это здорово желаю чтобы у нас поскорее также было мирное небо над головой ближайшее время надеюсь что как-то это произойдет лучшим образом соответственно если мы возвращаемся к теме 40 тысяч рублей кто-то скажет виталий но ты оторвался от земли 40 тысяч рублей это не на народный рейтинг народные это до 10 до 15 я все понимаю но часы ну здесь по разному можно говорить кто-то скажет что ну вот да кто-то скажет нет что до 10 только там народные или там совсем доступные я просто рассматриваю до 500 долларов ниже совсем ниже мне не совсем интересны там эти модели то есть там какие-то китайские часы советские часы какие-то начальные японские часы прям массово то есть это скорее всего на других каналах я эти темы не рассматриваю не затрагиваю и вряд ли здесь будет большое количество это видео язык просто решил записать потому что меня последнее время часто спрашивают про вот эту ценовую категорию и с другой стороны я должен сказать что я не эксперт этих часах то есть я как-то достаточно быстро перескочил премиум сегмент и у меня не было так много часов то есть меня никогда не было ни сейка не ориента не я не знаю там сертины то есть у меня не было таких часов да но я их часто в жизни видел общался с людьми видел на витринах вертел в руках поэтому в принципе я имею представление и по отзывам других энтузиастов тех кто в теме часов я вот составил этот рейтинг небольшой и с вами готов поделиться но опять же помните помните что это мой рейтинг то есть без он очень субъективный без каких-то вопросов да поэтому не надо говорить а где вот это или лучше было взять то то есть в китайские часы я не иду японские какие-то хитрые часы там за 100 баксов я в основном не рассматриваю для себя поэтому я там не слишком продвинут и второй момент здесь это берем за основу реальную рыночную цену а не какой-то выдуманный раздутый ритейл в россии где часы европе стоят там 140 долларов а у нас почему-то это превращается в 30 тысяч рублей то есть мы говорим про часы новые часы с документами но с полным комплектом но они на вторичном рынке да то есть то что можно найти на рыбачить где-то у серого дилера на форумах на авито на различных ресурсах если у вас есть там иностранная карта где на ebay там заказать через поставщиков до пересыльщиков то есть мы говорим более хитро они просто вот зайдите в магазин на б или на а и какой то купите мусор за 40 тысяч рублей нет мы здесь говорим более тонко более с подходом к делу да скажем так поэтому давайте перейдем демонстрации экрана и начнем первый здесь гость я думаю что это очевидно это ориент бомбина и вот такой вот вариант это четвертая итерация четвертая возможность выпуск вот такой вот такие часы мне показались они очень симпатичными здесь серый такой графитовый циферблат рисунок солнечные лучи позолоченные метки и вот это сочетание вообще серого с золотым достаточно неплохо это все выглядит такой симпатичный под винтаж ремешок прошиты задняя сторона часов до задняя крышка глухая и это в данных часах большой плюс как мне кажется потому что там в принципе базовые механизмы аренд который абсолютно не обработан и для меня в таких случаях лучше глухую заднюю крышку какую-то с гравировкой аккуратно и глубокой да это будет намного лучше чем что там мы выдумываем да что касается цены и параметров давайте обратимся к одному из известных серых дилеров и по цене обратите внимание с какими дисконтами торгуются ориенты 390 долларов ритейл который вы получите плюс таможня наценки и курс рубля непонятные в россии там не знаю за 40 тысяч рублей наверное можно найти за 139 долларов но плюс там доставка до или где-то на вторичном рынке поискать и то есть совсем другая цена и вы получаете классные часы там за 10 15 тысяч рублей что касается параметров 42 миллиметра диаметра корпуса ведь бомбина версия 4 может быть не все видели такую историю 30 метров водозащита здесь все это понятно 40 часов запас хода что из интересного еще наверное большего для этих часов хотя 42 миллиметра 22 миллиметра вот ремешок ближе корпусу ну возможно да но мне кажется что там принципе многовато для этих часов но в целом то есть это чистый такой костюмник 40 40 часов запас хода японский механизм мануфактурные от ориента достаточно это все симпатично и неплохо смотрится вот мне нравится что они не толстые естественно окошко даты не супер как-то сделано но в принципе аккуратно да не в цвет циферблата но за такие деньги не всегда он будет в цвет да и за деньги больше тоже не в цвет но это точно часы с которыми с которыми не стыдно и это то что вот до 40 тысяч рублей если вы хотите еще сэкономить то пожалуйста такой вариант я думаю что в районе 15 тысяч рублей где-то можно это найти почему задняя крышка закрытая и я голосую за это потому что в принципе да в принципе если мы посмотрим на но схожий механизм ориента 6922 вот нашел хороший рисунок обратите внимание то есть отделка не просто на нуле по большому счету и вот на такой механизмы смотреть но что на него смотреть то есть смотреть особо не на что и не по большому счету здесь лучше иметь вот такую закрытую заднюю крышку глухую и наслаждаться красивым циферблатом этими метками не блестящими накладными и мне еще здесь нравится очень что заводная голову головка достаточно такая приличная большая и будет удобно ей оперировать обращаться с ней в таких часах это достаточно интересно смотрите и кстати мне нравится ремешок здесь прошит под винта что уже здорово за эти деньги прекрасно и вот когда я смотрю на такой профиль часов то реально я вспоминаю винтажные там советские часы или какую-нибудь винтажную омегу то есть прямо такой винтаж винтаж и конечно же это за эти деньги это здорово конечно же здесь будет у нас хизолит по идее да то есть до минеральное стекло но написано устойчивая к царапинам но вопрос конечно насколько он там устойчивы но с другой стороны что вы хотели япония мануфактурник какой-никакой и еще за там 140 долларов плюс доставка но пускай там за 200 баксов да там со всеми этаж делами там ну то есть мне кажется это супер вариант если вы хотите что-то такое же но готовы на открытую заднюю крышку и допустим вот не нравится вам эти позолоченные метки и там графитовый циферблат вообще бомбина можно брать любой за свои деньги это прекрасные часы я вот больше даже хотел ваше внимание обратить вот на такие очень аккуратные часы это бомбина с маленькой секундой здесь еще мне кажется более гармоничные часы но что мне здесь ну давайте что мне здесь нравится да мне нравится вот это как сделано малая секунда очень аккуратно интегрировано мне нравятся вот эти накладные метки 12 3 6 и 9 часов как это сделано тоже немножечко делает разнообразие заводная головка большая с хорошей такой нарезкой то есть удобно будет оперировать сто процентов мне нравится цвет шампань смотрите это очень такой нетривиальный цвет очень по винтажному очень здорово сделано за эти деньги мы не ждем там супер какой-то отделки да и золотые накладные метки нет но мы ждем вот ну что-то вот такое получите да то есть по механизму здесь открытая задняя крышка но при этом если вот вам нравится что-то с малой секундой я вот в одном из прошлых своих видео говорил что мне нравится это усложнение винная под винта что это вот хорошее начало допустим арен бомбина с малой секунды 40 часов также толщина всего 11 миллиметров 30 метров водозащита ну все стандартно и ширина по ушкам 20 миллиметров видите то есть мне мне вот этот момент больше здесь нравится в этих часах то есть они даже будет более сбалансированные гармонично единственное что здесь нарушает симметрию это вот окошко даты но она так как-то мелко и аккуратно сделано что в принципе ну возможно да хотя здесь бы если бы не было даты вообще может быть были идеальные часы так застряли на ориенте двигаемся дальше арен 100 процентов находка там до 200 долларов особенно если они вам обойдутся это интересные вещи вот такие же есть часы черный циферблат насколько я помню есть вариации с запасом хода на 12 часов все это очень здорово но там ценчик вырастает запасом хода уже там 300 и более долларов так дальше следующая модель кстати напишите в комментариях какая вам модель ориент бомбина больше понравился вот маленькая секунда или новая вот эта история с графитовым циферблатом и позолоченными метками напишите будет интересно мне дальше ну кто будет дальше в рейтинге до 500 долларов друзья мои вы знаете лучше меня кто там должен быть ну никуда не денешься от этих часов это сейка присаж прекрасно выполненный циферблат вот этот дымчатый да вот этот градиент такой и узор ну вот выглядит как лучшие варианты гелюше за там от десяти тысяч долларов да но сейка делает классные вещи буквально там от 300 500 долларов и сейка присаж вот такая модель на браслете мне очень нравится и все время и умерил цена на нее даже в россии было там 30 30 5 или 33 тысячи рублей вот эта секундная стрелка как иголочка да такие же стрелки dolphin вот это вот насечка для секунды очень правильный размер секундные стрелки да в отличие от бомбина вот что мне здесь не нравится вот это что здесь секунда где у меня секундная стрелочка она коротышная видите она не достает то есть это один из моментов если хочу записать видео таких деталей по циферблату поди по дизайну в часах то что вот меня раздражает то что мне не нравится в часах да вот если вам кстати интересно подобная тема напишите там топ-10 сколько их наберется вещей которые меня от раздражает в циферблатах или вот в каких-то моментах в часах да и здесь вот намного в данном случае выше уровнем сделанные метки и вот секундная стрелка окошко даты смотрите насколько интегрирована и более грамотно сделано чем у ориента да здесь цена в два раза выше мы видим то есть всеми делами где-то все равно это 400 баксов такой сейка присаж 350 400 будет стоить смотрите как играет на солнце были но вот эти часы здоровски то есть я свое время серьезных рассматривал к покупке на вторичном рынке они стали вообще недорого но так как я немножечко начал опережать доходы начали опережать первые пожелания дата уже я мог себе позволить часы намного дороже чем сейка и как-то ушел в другую сторону хотя вот эту модель и серьезно рассматривал смотрите здесь в принципе и не особо такое такая штамповка в застежке насколько я помню то есть достаточно толстая сталь открытая задняя крышка здесь также мануфактурник от сейка свой все рефы кстати на все модели которые здесь рассматриваю будет в описании под этим видео поэтому переходите смотрите чтобы вам там не не лазить чудесные часы я не знаю что здесь сказать 45 очень правильный грамотный размер для таких костюмников 41 час запас хода примерно какой вариант толщина 11 8 миллиметра здесь уже получаем 50 метров водозащита здорово и 20 миллиметров по ушкам вот для таких часов для 40 41 миллиметр диаметра это намного более правильно будет ширина по ушкам 20 22 классные часы здесь не добавить не убавить это очень здорово ищите находите на вторичном рынке за цену дешевле там 400 долларов это прекрасно особенно если ближе там к 350 это прекрасная покупка и находка шпиона вот такой сейка дальше у нас часы без которых но не обойдется ни один обзор часов там до 500 долларов до 1000 долларов я считаю что это одни из лучших как и field часов то есть таких полевых военных будет плеснуть винтажа то здесь все сбалансировано hamilton конечно вот такие вещи до 500 долларов я думаю что это если не лучшие то одни из лучших часов если мы берем retail или вот цену на вторичном рынке то это одно из лучших предложений retail видите 675 долларов и на вторичке можно там а 480 долларов плюс-минус найти есть на таком ремешке есть на черном ремешке есть разные вариации их миллион но про эти часы снята масса обзоров я даже не буду здесь сильно долго останавливаться вы знаете часы лучше меня скорее всего у кого-то из вас есть эта модель часов кстати напишите в комментарии потому что это народная модель это народные часы здесь современный механизм от hamilton 8 часов запас хода специально показываю модель побольше 42 миллиметра диаметр есть такая же 38 я ее вот для себя серьезно рассматривал на лето свое время толщина 12 миллиметров также от seiko сравнимо 42 миллиметра здесь 38 есть вариант здесь у нас 100 метров до 100 метров водозащита блин ребят но вот очень крутые часы вот надел и пошел классно весна лето гуляешь кайфуешь джинсы и шорты кайф классные часы ничего здесь не могу сказать до 500 долларов находка шпиона ищите находите на вторичном рынке масса предложений там 35 тысяч плюс-минус можно найти так дальше дальше у нас хочу включить сюда тисо систар потому что цена качество дизайн то есть если вы что-то хотите в таком роликса подобном стиле или где-то если вы хотите там ланджин гидроконквест но денежек не хватает я считаю что тисо систар вот этот очень здорово смотрится и колчуковый ремешок все здесь настояло классный классный дайвер единственное здесь момент открытая задняя крышка но то есть я бы лучше здесь хоть морскую звезду от тисо бы лучше бы увидел наверно единственный момент но красивый циферблат все-таки жирные жирные метки стрелки люм очень круто и грамотно за эти деньги сделано дата на 6 часах видите блин классно powermatic 80 современный механизм за 500 баксов видите с дисконтом более 30 процентов на вторичке торгуется с сразу 43 миллиметра 8 часов запас хода здесь вот 21 миллиметр более грамотно будет выглядеть ремешок я не знаю почему рента 22 это многовато 300 метров водозащита и это очень здорово за эти деньги там 400 500 баксов 300 метров такой хороший дайвер и на современном механизме и при этом это не будет прям шайбой какой-то там 15 миллиметров нет высота толщина всего 12 и 7 и вот ремешок то что 21 знаете очень здорово сделано безель правильные ну классно ребята у кого есть подобная модель тоже напишите или вы сталкивались с ней может быть была у вас эта модель но вот визуально и вот я раз видел в магазине эти часы так посматривал нет напоминает орис всем известный аквиз то вот что такое ланджин гидроконквест ну вот что такое симпатичное может быть слишком толстенные стрелки но здесь тоже на любителя и опять же это один из лучших я считаю дайверов до 500 долларов совершенно точно рев и все все моменты цена будет в описании под видео так что переходите смотрите дальше немножечко ускоряемся и здесь сейка про который очень часто спрашивают сейка проспекс классная история интересные часы в такой прям супер бруталити есть разные там варианты я думаю что вы про сейка знаете лучше меня мне нравится многое в этих часах это конечно не мой стиль абсолютно да абсолютно но я знаю что многим заходит такая история многим нравится 5 циклоп роликса подобные не знаю насколько хорошее решение здесь конечно главная фишка часов и циферблата как мне кажется это вот эти скаты до скаты элементы здесь наверное скаты это скорее всего которые плывут под циферблату такие тени три вот этих скатика блин здорово сделано за такую ценовую ценовой сегмент вот такие фишечки на циферблате это очень-очень здорово поэтому если у вас есть денежки и вам нравится что-то вот такое брутальное дайверская то сейка проспекс находка шпиона и мне кажется очень хороший вариант тоже 41 час запас хода здесь уже почти 44 миллиметра диаметр 12 8 по прежнему толщина то есть не никуда не улетели совсем уж 200 метров водозащита ценник кстати на вторички хотел тоже обратить внимание он достаточно стабильный в районе 550 560 долларов за новые часы клево вы скажете виталий выскочили за явно выскочили за бюджет в 40 тысяч 583 плюс доставка плюс там дела или где-то их найти мы же говорим про часы новые да в неношенном состоянии согласен конечно чуть выскочили здесь уже за 600 там 30 наверное переваливаем все вместе да немножко не хватает но может быть если вам не критичен браслет и и вы хотите вот все равно получите подобную модель можете рассмотреть допустим на каучуке то есть подобная модель на каучуке здесь уже ритейл кстати 595 здесь уже вот можно где-то за 480 найти но с доставкой там всеми делами но где-то 520 плюс-минус это будет стоить я считаю что это здорово это находка шпиона и очень клёвые часы то есть классно здесь если вам нравится что-то вот в таком стиле это и брутальная с крупной заводной головкой и с какой-то фишечкой на циферблате как здесь вот эти скаты которые плывут мне кажется у сейка очень хорошо поработали не 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 гранд сейка единым да и у сейка тоже есть пара тузов в рукаве друзья мои а мы в принципе с вами вот пока болтали вроде бы у нас уже пять часов и прошли но у меня есть экстра для вас часы шестые здесь они чуть выше бюджет то есть пятьсот пятьдесят шестьсот баксов сертина я хотел их включить это для меня очень классные часы да здесь конечно у нас будет хизолит минеральное стекло за эти деньги но такой стиль настоящих дайверов и очень похожи они но для меня вот на ранние 50f atoms от блампа вот такой стиль здоровски я включал эти часы часы в рейтинг до тысячи долларов до 80000 рублей там их можно найти кстати ссылочку на трейдинг тоже оставлю сегодня мы рассматриваем часы даже вот дешевле в два раза и я скажу честно для меня это было сложнее потому что часы есть часов вроде как и много но вот чтобы прямо вам порекомендовать что такое точное четкое классное сложное и здесь часы уже идут не новые то есть их вот они в принципе более-менее держат цену я бы обратил внимание и причем такие часы у нас в россии сейчас ритейл по моему девяносто семь тысяч рублей сто три тысячи рублей то есть космос на самом деле и сложно найти вот в россии там дешевле семидесяти тысяч поэтому это уже такое экстра и если вот поискать где-то за рубежом если у вас есть возможность заказать то это хороший вариант а здесь современный механизм 8 часов запас хода 43 миллиметра флексиглас и даже здесь 20 миллиметров ширина по ушкам вот друзья из ориент вот зачем вы делаете 22 миллиметра вот на такие часы я вот немножко этот момент не понимаю то есть здесь должно быть 20 миллиметров зачем делать уши 22 ну как бы большой вопрос так не будем останавливаться это экстра именно сертина очень хорошие часы винтажный стиль но чуть чуть выше нашего бюджета если подводить локальные итоги и то что я еще хотел сказать это пожалуй что вот первое если суммировать для меня в целом сейка и хамилтон это два лучших варианта для сумм 300 400 500 долларов вообще на рынке в принципе если вы можете и способны достать их так или иначе до 500 долларов сейка и хамилтон сто процентов это лучшее предложение на рынке я специально хамилтон включил только самые такие железобетонные в этот рейтинг потому что если бы дать мне волю я бы включила все пять часов были бы от хамилтон то есть я скажу честно потому что вот открываешь и просто вот от 384 доллара начинаются хиты вот такие часы костюмники джаз мастера я считаю очень недооценены или хаки филд механикал да вот подобные сейчас новые у них закрытые за задней крышкой такие прям поливые часы вот разные разные вариации за 400 баксов чудесно и очень прям плеснули винтажа здорово и обратите внимание мы с вами все сегодня рассматриваем часы именно механика именно там ну в данном случае автоподзавод ни одного кварца понятно если дополнить кварцем то вариантов до 500 долларов будет больше но вы меня знаете я принципиально кварц не рассматриваю у меня нет в коллекции кварца его наверняка не будет и в принципе я не всегда понимаю зачем брать кварц за те деньги за которые я могу взять сравнимую механику и часто именно того же бренда то есть для меня кварц тогда теряется смысл ну вот ничего не могу с собой поделать вот эти часы мне очень нравится да вот такой вариант джаз мастера 419 долларов и вы получаете вот такую плюшку на браслете или это кварц погодите или нам пытаются кварц прокинуть да это кварц погодите где-то были чуть подороже наверное ладно не будем здесь сильно углубляться потому что здесь если останавливаться где-то здесь были чуть подороже были такие механические прекрасно то есть вот здесь листаешь и практически все хронографы кварцевые самые там такие доступные интересные да и хаки неви вот такие вот за там пятьсот с хвостиком ну все подряд это просто очень очень здорово именно хамилтон я считаю здесь находка шпиона так давайте будем подводить итоги и завершать это видео сегодня итак много вариантов из японии понятно что это и аренд это и citizen это и сейка и ну кто-то casio может рассмотреть понятно но мы здесь все-таки сегодня говорили про механику про автоподзавод то что поэтому я усложнил себе задачу да не просто там а там набросать там самого очевидного за пятьсот баксов нет то есть здесь были такие точечные моменты и не так это было и просто если мы хотим чтобы было написано swiss made то скорее всего это будет предложение от конгломерата swatch group то есть это tiso certina хамилтон за эти деньги все эти бренды они все входят под зонт swatch group поэтому здесь я думаю что в швейцарии если хороший бренд и классная механика и приличная отделка то swatch group все заполонил и конкурентов swiss made практически нет если мы говорим про вторичный рынок покупайте продавца я напоминаю свое это правило а не только часы не только отдельный товар то есть если вы хотите найти часы которые стоят в ритейле тысячу долларов а вы хотите их найти за 400 долларов конечно нужно немножечко лапами поработать побегать по рынку посмотреть включить голову проявить там изобретательность проверить часы чтобы вас там не накололи но если вы захотите купить часы дешевле 500 долларов те которые в ритейл допустим стоят 80 тысяч рублей да то это сделать абсолютно реально или нет здесь никаких тайн мадридского двора я записывал отдельное видео недавно как покупать правильно часы на вторичном рынке как на что обратить внимание смотрите чтобы не совершить те пресловутые пять ошибок которые в основном люди делают сколько денег как вы увидели от 139 долларов до в принципе 550 можно найти приличное количество интересных часов и особенно если на них написано Hamilton или Seiko таких часов масса поэтому выбирайте на свой вкус и цвет понятно что от Seiko можно было бы выбрать там Seiko 5 как многие рекомендуют от Hamilton можно было выбрать дайверы да там много всего можно было найти но я вот то что выбрал то что вот как-то бросилось в глаза и то что я в жизни видел поэтому более честно было вот вам это предложить и помните немножечко я вас хочу взбодрить и ободрить что вы можете позволить себе на самом деле больше часов за ваши деньги то есть не те часто часы которые вы думаете что вы можете себе позволить за 30-40 тысяч если выйти на вторичный рынок если спросить совета у знающих людей или просто покупать у проверенных у хороших продавцов с большим количеством отзывов которые не гонят куда пургу и не фейкам не торгуют да то вы можете получить два раза дешевле часы которые вы думали что вам надо 80 тысяч а на самом деле на них хватит и 35-40 вот наверное то что сегодня я хотел вам сказать друзья мои какая следующая тема пишите что вы хотели бы увидеть моем исполнении на этом канале кстати напоминаю что мы совсем вплотную приблизились к тысяче подписчикам поэтому надеюсь что уже там сегодня тысячу и один подписчик мы преодолеем и с радостью тогда для вас запишу еще одно там может быть экстра видео на этой неделе что здесь масса была праздников и немножко я все таки не успел там записать во вторник естественно да поэтому это видео я выложу в среду и возможно в четверг еще коротенькое видео будет с ответом на несколько вопросов коротеньких возможно чтобы вас порадовать поэтому подписывайтесь на этот канал если вы еще не подписаны пробиваем тысячу и будет прям приятно ставьте лайки будем развиваться дальше это только начало я совсем недавно начал свой канал и в таком необычном стиле для часовых блогов да но я думаю что он максимально будет полезен и уже вижу что многим он полезен именно в таком формате больше погружаемся и больше разбираем ну вот пока голосовалка наша про ошибки как раз говорить за то что люди больше всего считают что грубой ошибкой покупать часы в переходе в непонятных местах и покупать часы удаленно у непроверенного продавца да пока что на первом месте 39 процентов тоже голосуйте нашим youtube канале вкладка сообщества переходите на канал вкладка сообщества и здесь постоянно у нас проходят голосовалки за те или иные вопросы и темы все на этом сегодня всем большое спасибо за внимание жду вашей обратной связи как вам подборка часов как чтобы вы поставили в топ 5 часов до 500 долларов если на вторичном рынке брать цену напишите если знаете ли у вас есть какой-то вот подборка собственная или чтобы вы поменяли дополнили в этот топ 5 и напоминаю что если вам нужна подсказка помощь покупки часов в штатах или в европе или если подсказка с какой-то моделью где ее найти или как ее лучше купить или сколько она может стоить вы всегда можете ко мне обратиться все мои контакты в описании под этим видео ссылочка на наш сайт с предложениями различными есть в описании под этим видео поэтому переходите смотрите задавайте вопросы и давайте будем общаться давайте будем развивать наше часовое сообщество чтобы достигать потом интересных целей и вместе находить самые редкие и интересные часы на часовом рынке все на этом всем успехов и до встречи в следующем видео на этом канале с вами был виталий сергиенко всем хорошего вечера всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока